Знаете, мне приходится, или скажем, тружусь я свою сознательную жизнь большей частью с людьми, которые, ну, зависимые, наркоманы, люди, попавшие в проблемы, заключенные, бывшие заключенные и так далее. Знаете, особенность, одна характерна этих людей, она такая, знаете, у них есть такая ярко выраженная прямота, ну, скажем, чего часто я не вижу у христианской молодежи. Так вот, если бы сегодня этот зал наполняли вот эти люди, и их бы спросили, ну, правда, мы не устали? Они бы сказали, да устали мы. Но правильно ответить на этот вопрос не устали. Поэтому, правда, ведь мы не устали, братья, но зэки бы сказали устали. И правда, и нам здесь хорошо, но если правда было бы хорошо, они бы сказали, правда, хорошо, но мы устали. Слава Господу Но я благодарю, что Мы не такие люди И мы нам хорошо И мы говорим, что нам хорошо И мы правда не устали Слава Иисусу Христу А кто сделал? Будьте добры, помогите Все, не надо, спасибо Я кратко скажу Буквально и уйду отсюда Чтобы не мешаться Я понимаю, что здесь проповедники серьезные Братья все Знаменитые Вот Я хотел бы просто призвать вас К участию, вы знаете В Евангелии Теана В 7 главе, в 14 стихе Иисус задал такой вопрос Сейчас скажу точно Правду я сказал вначале Сейчас скажу точно 7 глава, 17 стих Знаете, Иисус так сказал Кто хочет творить волю Его Тут узнает о всем учении От Бога ли оно или я сам От себя говорю И Он задал такой вопрос Или как бы скажем Он такое утверждение Говорит, кто хочет творить волю Его Сегодня этот вопрос Он просто витает в воздухе Сегодня Бог приходит в собрание И Он просто спрашивает Вы знаете, Он говорит Кто хочет творить волю Его Кто-нибудь хочет творить волю Его Может быть, хоть кто-нибудь хочет творить волю Его И вы знаете, часто Очень часто люди такие говорят Ну да, я хочу Господи, вот он И знам, мы все знаем Мы теологические образования Все мы, конечно, учимся Мы богословие, у нас теология У нас там и так далее И мы все понимаем Что 12 глава послания к кремлинам Она нам говорит Что есть воля благая Читали Угодный, совершенный И так мы на пути возрастания Приходя к Иисусу Покаяние, как сегодня говорили Ступеньки Мы все покаялись Приняли благую волю Божию себе Потому что фарисеи однажды Ее отвергали Не крестились Крещением Иоанна Мы ее приняли Мы покаялись И мы как будто из воли дьявола Вышли в волю Божию Правда ли? Ну так, теоретически Вышли, оставили грех По крайней мере, со всего сердца постарались Бог дал нам свободу В крови Иисуса Христа И мы за это очень благодарны Господу И наша жизнь начала изменяться И вот мы вышли из-под воли сатаны В волю Божию Ну, в благую, скажем так Потом пошла воля Божия угодная Мы начали всем сердцем стремиться угождать Господу Всем своим сознанием угождать Господу Ну, пытаться, по крайней мере, молиться и стараться И в какой-то момент начали приходить мысли о том Что еще есть некая совершенная воля Божии И вы знаете, что самое интересное Что всего существует три воли Три воли Дух Воля, скажем так, врага душ человеческих Воля Бога И воля самого человека Итак, христианин Некогда ходя в этих закололках тьмы Живя во грехе Обманывая там и так далее С детских лет, я смотрю, бывает на своих детей Я думаю, откуда взялось Вроде бы у моего ребенка, знаете, еще прадед был служителем 60 лет Пронес служение пресвительства 89 лет умер Прошел гоняем Мой ребенок, он родился в такой семье Он никогда не знал, с чем вообще связано Что такое грехли, как, что это, куда И тут он мне врет стоит Я думаю, ну откуда взялось, Господи? И так Каждый человек нуждается В том, чтобы выйти из подволи дьявола Он вышел в его любовь Но потом сталкивается с тем, что находясь в собрании Ходя на служение Может быть, приняв водное крещение Заключил совет с Господом Он начинает жить Ну, скажем, цели достигаются Какие? Закончить образование Ну, правда ведь, нужное дело Хорошую работу получить Я, допустим, работал в типографии директора Хочу Наверное, сильно хотел Быть директором региональной Допустим Сети Типографии Это нормально же Что плохого? Карьерный рост Хорошая жена Господи, ну дай, пожалуйста, хорошую жену Ну, что тебе трудно? Хорошую жену Можешь? Послушная, чтобы была Добрая христианка Правда ведь? Разные бывают христианки И так И так Господи, ты слышишь, нет? И так Работу Можно машину Жену Нормально Деньги Я ведь не грешник сегодня Понимаете? У меня вопрос Я на служение хожу У меня вопрос Кто хочет творить волю Сегодня Бог пришел сюда Он сегодня пришел сюда Он стал здесь И этот вопрос Опять повисает воздух Кто хочет Творить волю И понимаете С чем сталкивается Христианин Христианин Выйдя из-под рабства Из-под иго Греха На нем разорвались Эти оковы дьявольские Некогда Изнемогая Ну ладно Я не знаю Как дети верующих семьях Которые родились Ну понятно Там степень погружения В грех разная И так есть Ну Они не познали Так называемых Глубин сатанинских Но есть люди С которыми мы работаем С которыми мы сталкиваемся В работе Они во все это погрузились Понимаете? Когда он вырывается Из этих оков Когда он выходит Это бремя Оно снимается Единократным приношением Он навсегда Отсвободил нас Аллилуйя Слава Иисусу Христу И мы свободны И мы смотрим Смело в будущее И мы радуемся И мы торжественно Провозглашаем В святом собрании Аллилуйя Слава Господу Но вдруг появляется Какая-то тонкая Знаете Подмена Какая-то такая Тонкая-тонкая Составляющая Которую объяснить Никто не может И если начать Рассуждать Рассматривать Все христианство Кто-то даже Объяснить не может Но почему? Почему после того Как ты вырвался Из этого рабства Ты вдруг Начинаешь уже Не то стремиться Господи А что надо делать Господи А что ты хочешь Господи А что дальше Господи Скажи Покажи Потому что Он производит Хотя не действие По своему благоволению Но вдруг Появляются Какие-то цели Которые человек Сам себе ставит Итак Господи Слышишь Жену Работу Деньги Машину Квартиру И на это Тратится жизнь Вы поймите Очень интересная мысль Самое дорогое Что у нас есть Меня Прошу прощения Брат Юра Он следит за Временем Но я хочу сказать Самое дорогое Что у нас есть в жизни Это время Правда ведь друзья Ну кто задумался Вот сегодня здесь молодежь Но я знаю Что есть люди Которые уже возраст Ну там скажем За 30-40 перевалят Ведь если сейчас Бабушку какую-нибудь Остановить около подъезда И спросить Бабуля Ты помнишь Когда ты пошла В детский садик Она скажет Утром Ну правда ведь Утром пошла В детский садик В 11 часов дня Я уже школу закончила В обед Я работала на работе У меня было двое детей В полник Я вышел на пенсию Подождите Сегодня мне 70 Скоро вечер Самое дорогое Что такое Жизнь человека Это пар Являющийся на малое время Вы знаете Что настолько Время дорого И самое дорогое Что у нас есть Это время Итак Если ты посвятил Свою жизнь Достижению Вот этих целей Будучи христианином Выйдя из подрабства Дьявола Из боков Суданецких Ты посвятил Свою жизнь Достижению Целей Которую ты сам себе Поставил И вдруг Ты что-то из этого Достиг А что ты не успеешь Достигнуть Может быть И жизнь заканчивается И итоги Подводятся Знаете Когда в игры Молодежь играет Там написано Game over Игра закончена Считаем очки И на что ты потратил Жизнь свою И я рассуждал Это Я говорю сейчас Не пробовать больше О моих рассуждениях Вы знаете Я рассуждал Недавно у меня была Такая борьба Мне 40 лет И я рассуждал Господи Ну хорошо Все понятно 40 лет Осталось может быть 20 лет активной жизни На что потратить 20 лет И я очень переживал Я много молился Я постился И думал И думал И каждый день У меня была борьба Понимаете На что потратить 20 лет Вчера еще Мне было 20 Позавчера Мне было 15 Когда я впервые Попал в колонию Сегодня мне 40 Что дальше Вы знаете Что каждый из нас Имеет предназначение Дело в том Что у Бога Ничего нету Без предназначения Вот человек Он создан по образу Бога Вот он что-то творит Человек Вот он сотворил Микрофон Он сотворил Телефон Человек Он сотворил Еще что-то Еще что-то И все Что сотворил Человек Оно в употреблении Человека Нет ничего Что сотворил Человек Чем бы он Не пользовался Правда Это же понятно Всем же понятно что человек не делает ничего, чем бы он потом не пользовался. Ну, бывают разные, конечно, видимо, может быть, как сегодня сказали, но в основном. Итак, Бог, Всевышний Бог, Он сотворил все для того, чтобы это было в употреблении. И тем более человек, самое сложное, самое совершенное творение Божие, оно было создано для того, чтобы быть в употреблении. И вы представьте, сегодня Бог хочет тебя употреблять. Я точно знаю, что у Бога каждый человек, Он создан для того, чтобы быть в употреблении. Каждый человек нет ни одного, прежде нежели ты образовался в очреве. Я познал тебя. Еще не было ни одной песчинки Вселенной, Он знал тебя. Он видел тебя, и Он задумал о тебе, свой план и свою волю. Чтобы тебя привести в этот момент, и чтобы ты обратился к Нему. Для того, чтобы ты возвал к Нему, Он говорит, воззови ко мне. И для того, чтобы начать тебя употреблять в своей воле. Каждый из нас имеет свое предназначение. Нет ни одного, но ты скажешь, я, может быть, мал и незначительный. И Римя так же говорит, я мал, и речь моя незначительная. Он говорит, не говори, что ты мал. Вы знаете, Бог хочет употреблять вас. Он сто процентов хочет употреблять вас. И, может быть, начать надо просто с мамы. Может быть, не думать, что у меня не получится, или там еще что-то, или какие-то дела, или я больше занят устроением своей жизни. И постоянной молитвой об устроении своей жизни. Начни делать первые шаги в служении. О чем говорил сейчас человек. Начни делать мало. Я сегодня пришел вообще вас призвать визитки взять. Центр реабилитации. Вон там лежат на стуле. Визитки. Несколько тысяч. Возьмите визитки. Пойдите по улице. Ну, ладно, хорошо. Ну, просто идешь ты на учебу или на работу. Ну, видишь, ты бомж сидит. Ну, видишь, наркоман. Подойди, скажи им об Иисусе. Спроси, устал ты? Тяжело тебе? Есть Бог. Дай ему визитку. И все. И больше ничего делать не надо. Ну, может быть, один раз дома помолись о нем. Я знаю точно, что Бог начнет устраивать твои все вот эти желания какие-то и, может быть, твои планы. Написано, знаете как? Написано, ищите прежде Царствие Божие и правду Его. И это все приложится вам. Братья и сестры, вы представляете, Бог говорит, что этого всего ищут язычники. Что они ищут там? Язычники. Дом, хорошую жену, машину, работу с большой зарплатой. Кого-то нам напоминает это. Язычников, наверное. Но Бог говорит, ищите прежде Царствие Божие и правду Его. И это все приложится вам. Он говорит, не надо печься об этом. Я, может быть, неправильно сейчас по теологии проповеду. Простите. Хотя братья поправят. Есть тут учителя, епископа. Я просто прошу вас. Вы знаете, однажды Иав и Авеса, это два брата. Это были правая рука Давида. Два воина. Два мужа таких, помазанных на воина Господня. Это были очень верные, знаете, воины Давида. И они всегда были рядом. Их сердце особенно коснулся Бог, написано. Это были храбрые Давиды. И вы знаете, и однажды так получилось, что они... Ну, я долго рассказываю, где-то 10 глава 2 послания, 2 книги Царств. И там получилось так, что филистимляне 20 тысяч человек вышло на войну. Все, Юра, ухожу. 20 тысяч человек вышло на войну. И их там было 2 тысячи. 10 раз меньше отряд. И вот эти два предводителя воинства, это два человека верные были Давидову. И они встали, два брата. И они смотрят на это многотысячное воинство филистимлян. И знаете, они такие слова сказали друг другу. Он ему говорит Авеса. Ты, говорит, иди в правую сторону. Я своими словами говорю, а я пойду в левую. Если те будут одолевать меня, ты приди ко мне на помощь. А если эти будут одолевать меня, вернее, если те будут одолевать тебя, я приду к тебе на помощь. И это было безумно. Но он такие слова сказал, которые запали мне в сердце, когда я читал, очень сильно меня Бог коснулся. Вы знаете, он сказал такие слова. Он сказал, будем стоять твердо за города Бога нашего и за народ наш. А Господь сделает то, что Ему угодно. Вот это слово как-то легло в мое сердце, братья мои и сестры. Вот если мы на самом деле готовы так стоять за дело Бога нашего, за спасение людей наших, которые живут в городах наших, в деревнях наших, в наших странах, в Киргизиях, Африках. То, что Бог создал. Если мы готовы так, если мы готовы сказать, что если надо, я своими словами говорю, если надо, косьми ляжем, а Господь сделает то, что Ему угодно. Если надо, пойдем до конца. Если надо, на смерть пойдем, а Господь сделает то, что Ему угодно. И вот представьте, это такие люди. И представьте такой взгляд. Вот этого овесу встретка на дороге у себя. Когда он, если надо, он косьми ляжет. И вот он идет воевать. Представьте его взгляд. Что там было? 20 тысяч разбежалось. Господь сделал то, что Ему угодно. Слава Иисусу Христу. Слава Господу. Братья мои и сестры, я вас очень прошу. Пожалуйста, возьмите по визиточке. Но увидите бомжа, дайте. Увидите наркомана, дайте. Скажите об Иисусе. Сегодня еще один центр Воронежа открылся. Сегодня служение, это оно развивается, распространяется. Сегодня Бог идет по этим перекресткам, закоулкам, изгородям, спасать. Время остается очень-очень-очень мало. Благословить нас Господь.